Евгений Грибов и Александр Дорошенков прошли весь фестиваль Urban Morphogenesis. Ребятам удалось поработать в паре с именитыми граффитистами. И вот еще одна работа в копилку художников. Далеко очень не заезжаем. Наверху они сами все делают. Я к ним подключаюсь внизу, на нижних этажах. Ну и просто как-то поддерживаю, проверяем, все ли так. Быть в подмастерье у Натальи Стручковой, известного человека в мире искусства, одного из первых веб-дизайнеров России, большая честь. Они вместе обсуждают детали картины, каждую часть разбирают буквально на пиксели. Ведь именно в этой технике и будет выполнено это полотно. Начинала с компьютерной графики, и потом у меня этот пиксель-арт перескочил в живописи. Я стала делать такие картины. И Дима, организатор фестиваля, увидел их, ему очень понравилось. Он решил меня позвать. Хотя я никогда не была стрит-артистом, я не расписывала дома. И такой масштаб для меня это, в общем-то, неожиданность, которая очень меня впечатлила. А масштаб действительно поражает. Чуть больше месяца потребовалось художникам со всего мира, чтобы создать в каменных джунглях настоящий музей уличного искусства. Фасады многоквартирных домов преобразились до неузнаваемости. Вот и дом номер два по улице Кутузовская. Не узнать. Соседство многоэтажки с лесом повлияло на замысел художника. И я решила, что было бы неплохо продлить этот лес на фасад дома, как бы связать его с окружением. Но также я еще думала о том, что граффитчики обычно оставляют тег свой на своей картине. Они оставляют шрифтовой какой-то значок с именем. А я, поскольку я женщина и художник, как-то, в общем, у нас особо это не очень принято. И тем не менее, вот я решила оставить тег. Я поняла, что у меня прекрасное русское имя Наташа, которое практически нарицательное русское имя. И почему бы не назвать дом, как бы, вот таким замечательным русским именем. По полотнам граффитистов новой треугорки можно изучать современную историю. Точнее то, как менялось время и отношение к уличному искусству. Каждая работа скрывает в себе огромный смысл. Культурный код этого в первую очередь и добивались организаторы фестиваля «Урбан Морфогенезис».